Уважаемые коллеги, к сожалению, Петр Алексеевич не смог приехать. Позвольте мне зачитать данный доклад. Позвольте не останавливаться на некоторых аспектах данного лечения, которые были изложены хорошо предыдущим докладчиком. В настоящее время на территории Челябинского онкодиспансера пролечено более 110 пациентов. Большая часть их пролечена в 2015 году. Преимущества очевидной стереотоксической гипофракционной радиотерапии – это высокая точность, отслеживание движения опухоли во время лечения, минимизация дозы облучения на здоровой ткани, возможность подведения большей дозы облучения и сокращение времени лечения непосредственно при лечении ракопрестательной железы. Лечение сокращается до 1 недели. Показаниями для данного вида лечения служит локализованный рак предстательной железы, уровень простатспецифического антигена – менее 30, общее состояние по шкале Корновского – 60%, объем предстательной железы – менее 100 кубических сантиметров для групп низкого и среднего риска, и менее 50 для групп высокого риска. Объем остаточной мочи – менее 50 мл. Противопоказаниями является местно распространенная или генерализованная форма, наличие цистостомы, обострение цистита или ректита, камни мочевого пузыря, выраженная инфравизикальная обструкция с наличием остаточной мочи более 50 мл, объем предстательной железы, превышающий 100 кубических сантиметров, и невозможность установки генконтрастных меток. Наши непосредственные результаты. Все пациенты получили курс роботизированной гипофракционной радиотерапии с разовой чуглой дозой 7 Грей до суммарной дозы 35 Грей за 5 фракций. Объемы облучения представлены на слайде. Непосредственные результаты. Лучевые реакции у 3% пациента отмечен ректит первой степени, у него 8,5% пациентов цистит первой степени, полных лучевых реакций осложнений не отмечено. У одного пациента возникла острая сдержка мочи после второго сеанса, в котором было оккупировано назначением альфаблокаторов. Ближайшие результаты оценивались каждые 3 месяца после лечения по уровню общего ПСА, объему предстательной железы, количество остаточной мочи и по шкале ИПСС. С результатом показатель общего ПСА к 12 месяцев большая часть пациентов имела уровень ПСА ниже 4 нанограмм на миллилитр. Динамика к 3 месяцам максимальное снижение, далее медленное снижение уровня ПСА. Размер, объем предстательной железы почти 62% имели объем менее 40 кубических сантиметров 12 месяцев после лечения и 38% менее 20. Объем остаточной мочи, большая часть пациентов имела физиологическое наличие остаточной мочи. И по шкале ИПСС большая часть пациентов имела меньше 19 баллов по шкале ИПСС. Безрецидивная выживаемость в сравнении с брахитерапией и комформной лучевой терапией у кибернажа намного лучше. В результате заключения гипофракционная стереотоксическая радиотерапия при локализованном раке предстательной железы является эффективным методом лечения с минимальным количеством лучевых реакций и осложнений. Спасибо. 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 Спасибо.